Лариса Олеговна Минушкина, диуретики в лечении артериальной гипертонии, профессор кафедры 4-го управления, в общем, да, институт при 4-м управлении, если я правильно понимаю, академия. Да, пожалуйста. Сегодняшний, я действительно постараюсь обратить внимание на какие-то стороны применения диуретиков в лечении гипертонии, тем более, что у нас есть теперь новые рекомендации по ведению больных с гипертонией, они были утверждены одними из первых научно-практическим советом Минздрава, и в феврале этого года они уже, так сказать, получили статус официально утвержденных рекомендаций, одними из первых, и надо сказать, что это тот документ, который теперь будет определять, по которому теперь будут оценивать качество оказания медицинской помощи. Соответственно, вот я постараюсь обратить внимание на те моменты, которые касаются применения диуретиков в этом документе в частности. Ну и напомню, что в лечении гипертонии мы сейчас ориентируемся на так называемые целевые цифры артериального давления, целевые уровни артериального давления. Они близки в российских рекомендациях и в европейских. В качестве первой цели лечения для большинства пациентов определено снижение артериального давления до уровня 140 и 90 мм втутного столба и в случае хорошей переносимости, что особенно важно для пожилых больных, учет вот этой переносимости, да, и самочувствие при снижении давления, дальнейшее снижение до 130 на 80 мм втутного столба. Диастолическое давление для большинства пациентов рекомендуется удерживать в диапазоне ниже 80. Надо сказать, что есть небольшие вариации, в частности, для лиц моложе 65 лет рекомендуется интервал по систолическому давлению от 120 до 130. Для лиц старше 65 лет, чуть выше 130-140 мм втутного столба. Ну и надо сказать, что вот, как вы видите, сейчас подход в целом стал несколько более единообразным для того, чтобы, так сказать, врачу было проще ориентироваться в том уровне давления, который нужно достичь и на который нужно ориентироваться. В российских рекомендациях впервые был отмечен срок, за который желательно достичь вот этих целевых цифр артериального давления, это 3 месяца. Ну и, соответственно, здесь вы видите схему, которая подразумевает практически при любом исходном уровне артериального давления, которое соответствует первой, второй или третьей степени, назначение медикаментозной терапии. В целом, подход на сегодняшний день является более жестким, более агрессивным, с тем, чтобы у большей части больных достигать тех самых целевых значений артериального давления, с которых, собственно, рекомендации и начинаются. И, кстати, целевой уровень артериального давления теперь полагается вообще диагноз выносить, опять же, для того, чтобы вот врач эту цель лечения подразумевал. Ну и для всех групп пациентов рекомендуется также изменение образа жизни, как базовый такой принцип лечения артериальной гипертензии. Надо сказать, что вот более агрессивный подход на сегодняшний день выражается также в том, что у пациентов с высоким нормальным давлением также в некоторых случаях предлагается рассмотреть начало медикаментозной терапии. Это касается в основном пациентов из групп высокого риска или имеющих сопутствующие заболевания. Надо сказать, что если говорить о немедикаментозной коррекции артериального давления и тех мерах, которые могут способствовать снижению артериального давления и лучшему контролю за ним, то эти меры начинаются с хорошо знакомых ограничений в употреблении натрия, соли. И эти ограничения стали более жесткими в последней версии рекомендаций. Если раньше там рассматривали разные цифры, 5-6 грамм и так далее, то сейчас пришли к 5 грамм. И к этому склоняется большинство экспертов. Это такой достаточно, с одной стороны, диспутабельный, с другой стороны, уровень утвердившийся и достаточно жесткий. Надо сказать, что проблеме потребления натрия и ограничения натрия уделяется достаточно большое внимание. Не зря эта мера стоит в рекомендациях на первом месте. Несмотря на то, что существует и известна она уже достаточно давно, она продолжает, в общем, подвергаться дискуссии научной. Надо сказать, что, в общем, это связано еще и с тем, что реальное употребление натрия в популяции, и в нашей популяции в частности, достаточно высокое, потому что большое количество продуктов, которые мы употребляем, содержит большие дозы натрия. И в российских рекомендациях констатируется, что взрослый человек в среднем употребляет от 9 до 12 грамм в сутки, большая часть из которых приходится на скрытую соль. Сейчас у нас много люди употребляют готовых блюд, меньше готовят сами и чаще употребляют что-то, что уже приготовлено. И, соответственно, вот это вот достижение цели ограничения 5 грамм натрия хлор в сутки, это требует достаточно жестких ограничений, и не всегда в реальности достижимо. Более половины больных, которых мы ведем, имеют достаточно высокое потребление натрия по анкетам. Мы редко, когда анализируем там сольчувствительность, объем чувствительности, мы редко, когда занимаемся тем, что смотрим натрий в крови, экскрецию натрия суточную и так далее. Но, тем не менее, если провести анкетирование и посмотреть на наших пациентов о том, сколько и чего они употребляют в течение дня, то это количество соли будет достаточно большое. И надо сказать, что я все это говорю в начале своего сообщения о диуретиках, потому что как раз та группа медикаментов, о которой я говорю, влияет на электролитные обмены, способна в значительной степени скорректировать ту объем-зависимую, соль-зависимую гипертонию, которую, оказывается, сложно скорректировать с помощью каких-то диетических ограничений, более или менее жестких. Ну и надо сказать, что ограничение соли реально способствует снижению давления. Это один из больших мета-анализов, который показал, что 5-6-8 миллиметров тупного столба мы можем добиться в качестве дополнительного снижения артериального давления. Для гипертоника вот такое снижение может оказаться очень важным и значимым, как одно из основных мер. И надо сказать, что вот это вот внимание к проблеме сочувствительности, которая сохраняется, заставляет сохранять диуретики в качестве одной из основных групп антигипертонзивных препаратов уже на протяжении долгого времени. Надо сказать, что из тех основных групп, которые вы сейчас видите на этом слайде, это, пожалуй, самая старая группа, с начала 60-х годов стали использовать диуретики в лечении гипертонии. И, как вы видите, в российских рекомендациях не просто указана как группа препаратов, но и перечислены конкретные лекарства, которые могут и должны использоваться в лечении гипертонии. В отношении диуретиков это именно так. И тут перечислены как тиозидные препараты, а именно гидрохлоротиозид, так и тиозидоподобные лекарства. Это хлортолидон и эндопамид. Это фактически те три лекарства, которые либо в виде отдельных препаратов, либо в виде каких-то фиксированных комбинаций в нашей реальной практике на сегодняшний день существуют. Надо сказать, что у нас любят лечить и другими группами лекарственных препаратов, и достаточно часто назначают, например, препараты центрального действия, альфа-блокаторы. Как вы видите, в российских рекомендациях эти классы упомянуты как не основные, дополнительные, и они могут назначаться и использоваться в качестве средства борьбы с резистентностью гипертонии к лечению, не являясь препаратами первыми, а являясь препаратами третьим, четвертым в комбинированной терапии. Надо сказать, что в российских рекомендациях перечислены и те комбинации, которые считаются и являются, признаны рациональными комбинациями антигипертонизированных лекарств. Я специально этот список здесь вынесла, потому что фактически для большинства пациентов сейчас рекомендуется именно комбинированное лечение. Количество тех больных, которых мы можем, согласно рекомендациям, лечить монотерапией, достаточно невелико. Смотрите, здесь те комбинации, которые мы привыкли считать наиболее рациональными, это блокаторы раненого ангиотензиновой системы в сочетании с диуретиками или с антагонистами кальция, безусловно. Здесь есть такие комбинации, менее для нас привычные, как дигидроперидиновый антагонист кальция и бета-блокатор, хотя и такие препараты в виде фиксированных, в том числе комбинации есть, существуют. Здесь есть комбинация антагониста кальция и диуретика, которая также отнесена к числу рациональных. И бета-блокаторы с диуретиком, как это ни удивительно может быть, потому что мы очень долго говорили о том, что эта комбинация для какой-то части больных может быть, иметь ограничения определенные из-за неблагоприятных метаболических эффектов и так далее. Как вы видите, рекомендации российские 20-го года, и это сочетание тоже относится к числу комбинации рациональных. И обращаю ваше внимание, что больше половины всех тех сочетаний, которые призваны рациональными, включают в себя диуретик, как бы подчеркивая значимость этой группы препаратов для вот такого эффективного лечения гипертонии. Как больше половины пациентов являются пациентами с избыточным потреблением натрия и с возможностью объема зависимой гипертензии, так и больше половины пациентов в итоге будут получать вот такие сочетания препаратов, включающие диуретик в том числе. А вот эта схема, которая тоже содержится в рекомендациях, это схема лечения неосложненной гипертонии, такая базисная схема подбора терапии. Как вы видите, российские рекомендации сохранили вот эту верхнюю часть, которая говорит о том, что для части больных возможно и проведение монотерапии. Это пациенты с невысоким давлением, который не превышает 150 и 90, или же пациенты очень пожилые, очень старые, имеющие синдром старческой астении. В таком случае резкое снижение давления, быстрая нормализация давления может плохо переноситься и может быть критичной, скажем, для амнестики интеллектуальных функций. Поэтому вот либо пациенты с только начавшейся гипертонией, либо пациенты с, скажем, очень пожилого возраста, это группы, которые могут получать один препарат, ну и это может быть препарат на самом деле из любых основных групп и из диуретиков в том числе. Хотя надо сказать, что, конечно, диуретиками в монотерапии мы не очень часто пользуемся, это не самый популярный препарат для первого назначения, хотя части больных, скажем, молодого возраста, это могут быть женщины молодого возраста, которые имеют ограничения по ингибиторам АПФ, по сортанам, да, отчасти это могут быть больные с избыточной массой тела, скажем, склонные к задержке жидкости, тоже может быть диуретик в качестве такого монолечения. Как вы видите, следующий шаг – это двойная терапия с предпочтением, предпочтительным использованием фиксированных комбинаций, и это комбинация либо блокатор ренинан-бютанзинной системы с диуретиком, либо с антагонистом кальция. И фактически первый выбор, который делает врач, это выбор между назначением антагониста кальция и диуретика. Дальше идет тройная комбинация, опять же, предпочтительно в одной таблетке, ну и в качестве третьего шага уже добавления какого-то другого препарата, препарата других групп. Надо сказать, что действительно вот этот первый выбор, он достаточно принципиален, и принципиален выбор какого-то сочетания. И для больных, имеющих какие-то клинические стигмы, объем зависимости, скажем, сниженная функция почек, избыточная масса тела, преимущественно ночная гипертония, могут быть выбраны в качестве такой вот стартовой комбинации диуретики. Тем более, что это действительно одно из сочетаний достаточно рациональных и часто встречающихся. Я хочу напомнить, что тиозидные и тиозидоподобные диуретики фильтруются в нефроне, они попадают в нефронфильтрации, именно поэтому при очень сниженной скорости клубочковой фильтрации они действуют плохо, и при скорости клубочковой фильтрации меньше 30, их не рекомендуется назначать. А дальше мигрируют с первичной мочой к своей точке приложения, ну и, соответственно, блокируют специфический натрий-хлорный котранспортер, создавая прибавку диуреза около 5%, всего лишь являясь диуретиками достаточно слабыми. И смысл их назначения в лечении гипертонии в том, что они должны обеспечить постоянное, не очень значительное, но хорошо переносящееся, при этом длительное, соответственно, уменьшение объема циркулирующей крови, объема жидкости и прибавки диуреза. Действительно, при очень низкой скорости клубочковой фильтрации это не препарат выбора. Вот те три лекарства, которые у нас есть, они схожи и все имеют похожий механизм действия. Их основные отличия касаются длительности эффекта и некоторых других фармаконетических свойств. Ну, в частности, теозидоподобные диуретики обладают, во-первых, более длительным действием, да, и их эффект лучше распределяется, более равномерно распределяется на протяжении всех суток. Ну, и, кроме того, они имеют лучшую биодоступность, в частности, эндопамид, который достаточно часто назначается в таблетированной форме, существует в виде сначала липофильного вещества, затем он всасываясь, как липофильный препарат, и, соответственно, его всасываемость и биодоступность меньше зависит от приема пищи, скажем, да, от приема натощак строгого, он от этого, к этому нечувствительен. А затем уже глюкуронируется, становится водорастворимым и фильтруется в почках, как это ему и положено. Надо сказать, что вот эта вот длительность эффекта создает и более выраженный второй компонент действия, это ваз-дилатация, которая связана с влиянием на электролиты, прежде всего, с тем, что салуретики выводят еще не только натрий, но и некоторое количество калия, и это способствует в целом снижению сосудистого тонуса при постоянном длительном лечении. Ну и, соответственно, вот этот второй компонент действия утиазидоподобных глюретиков с их более длительным эффектом и меньшим временем, чтобы организм мог скомпенсировать потери электролитов, да, является более выраженным. В целом, все три препарата имеют свою доказательную базу, достаточно хорошо снижают риск, связанный с сердечной недостаточностью, с инсультами, применяются достаточно давно. Это вот один из метанализов. Надо сказать, что появились сейчас метанализы, сравнивающие эффективность разных препаратов. Прямых сравнений нет. Но здесь вы видите, что тиазидоподобные глюретики могут несколько превосходить гидрохлоротиазид, опять же, за счет вот такой большей длительности, по-видимому, эффекта, и благодаря тому, что организм не успевает какие-то компенсаторные механизмы активировать. И вот это несколько лучшее антигипертензивное действие в конечном счете выливается в то, что, скажем, риски сердечно-сосудистых событий в большей степени уменьшаются именно при использовании тиазидоподобных глюретиков. Надо сказать, что вот этот вопрос, что предпочесть, он встает в любом случае всегда. На него не всегда просто дать какой-то однозначный ответ, потому что мы хотим всегда прямые сравнения, а их нет. Ну вот, европейские рекомендации, да и российские, в общем, исходя из той же посылки, сохранили все три препарата, несмотря на имеющиеся данные несколько, возможно, большей эффективности тиазидоподобных лекарств, исходя из того, что просто нельзя вычеркнуть гипотиазид, содержащийся в большом количестве сочетаний, вообще очень распространенный. Известно, что много пациентов, так сказать, получают именно эти лекарства. Другие рекомендации, скажем, американские, английские, отдают предпочтение тиазидоподобным препаратам, исходя из представлений о большей эффективности и лучшей переносимости. Когда речь идет о диуретиках, лечении гипертонии, лечение гипертонии – это постоянный прием препаратов, ежедневный, пусть в низких дозах, но все-таки это прием длительный и постоянный, то, конечно, возникают вопросы о побочных эффектах. Они в основном связаны, опять же, с изменениями уровня электролитов из гипоколиемии первично. Остальные побочные эффекты вторичны по отношению к гипоколиемии. Гипоколиемия сейчас возникает довольно редко, потому что большинство пациентов в качестве базовой терапии имеют ингибитор АПФ. Кроме того, важное условие использования низких дозировок. Кроме того, есть мета-анализ, который показывает, что такой тезитоподобный диуретик, как эндопамид, может быть более метаболически нейтральным. Это сравнительно недавно опубликованные данные мета-анализа исследований. Надо сказать, что в российских рекомендациях прямо указано, что если подагра и бессимптомная гиперолиемия являются противопоказанием к гипотиазиду и хлортолидону, то это противопоказание становится только относительным в отношении эндопамида, поскольку препарат, согласно мета-анализу, является более метаболически нейтральным и лучше переносящимся. Да, некоторые группы можно выделить для диуретической терапии. Это больные с поражением почек и микроальбоминурии. У них соль зависимости, выраженная соль чувствительность. Есть это и сахарный диабет, и метаболический синдром в ряде случаев и пожилые пациенты. Хочу напомнить, что тиазидоподобные диуретики это те препараты, которые способны преодолеть ночную гипертонию. Вот это вот такая типичная кривая суточного давления пациента леченого, который уже получает терапию, терапию, включающую, скажем так, гидрохлоротиазид. Да, и вы видите, что здесь имеется недостаточное снижение, даже повышение давления в ночное время. Это случай, так называемой, маскированной гипертензии. Вот такие гипертоники тоже считаются кандидатами для использования длительно действующих диуретиков, тиазидоподобных. И в данном случае замена препаратов и использование комбинации с эндопамидом позволило вот это ночное повышение давления преодолеть. Надо сказать, что, конечно, сочетания с диуретиками могут быть использованы и в других случаях, например, при лечении гипертонии у больного с ишемической болезнью сердца. Только здесь могут быть использованы как раз-таки сочетания, о которых я уже говорила, антагонист кальция с диуретиком или бета-блокатор с диуретиком. Естественно, что ишемическая болезнь сердца вообще атеросклеротические поражения. В себя и те исследования, где использовались диуретики. Ну вот из того, что здесь есть на этом слайде, это прежде всего исследование Хивер, где использовался эндопамид, это исследование ШЕП, где тоже использовался диазидоподобный диуретик. Ну, СЕСТ-ЕВРО исследование, где лечили изолированную систолическую гипертонию антагонистом кальция, нитриндепином. Да, это вот те протоколы, где лечили пациентов и достаточно пожилого возраста. Ну и, собственно говоря, рекомендации, которые касаются пожилых, включают в себя те препараты, которые вот в этих исследованиях фигурировали. Нитриндепин и эндопамид. Надо сказать, что у пожилых достаточно остро возникает проблема безопасности терапии, и здесь могут потребоваться особо низкие дозы диуретиков, потому что большие дозы препаратов для пожилых пациентов могут являться опасными, да, могут управлять вовремя окружения, и здесь, так сказать, диуретики в низких дозах наиболее принципиально важны. В связи с этим хочу обратить внимание, что на сегодняшний день в нашей практике появилась форма эндопамида, которую можно разделить на четыре части, это эндап, который позволяет дать четвертинку и дать очень маленькую дозу препарата, что для пожилого у пациента может быть полезно. Я боюсь, что я исчерпала все свое время, благодарю вас за внимание, если какие-то есть вопросы, стараюсь ответить. Спасибо. Я должен овладеть всеми кнопками, на которые мне нужно нажимать. Спасибо. Вы чуть-чуть, конечно, перебрали. Чуть-чуть перебрал. Ну, у меня такой вопрос на засыпку. Я на него, правда, знаю ответ, но, может быть, вы знаете. А целевые цифры артериального давления, они каким образом получены? А вот это, на самом деле, вопрос достаточно сложный и обсуждаемый. Дело в том, что те низкие цифры артериального давления, которые сейчас обсуждаются, они в основном обсуждаются в связи с исследованием спринга. Понимаете? Вот. Которая показала, что, в общем, надо стремиться к достаточно низким значениям артериального давления. Но, что это были за цифры и как мерилось давление в спринте, это большой вопрос. Поэтому, на самом деле, действительно, можно это обсуждать. Можно обсуждать, насколько низко надо снижать давление. Я думаю, что это будут продолжать обсуждать и дальше. Вот. Но, тем не менее, все-таки снижение давления приводит к улучшению прогноза. И, по крайней мере, мне кажется, хорошо, что эти цифры стали как-то сильно размножать и делать много разных целевых значений для разных групп, просто исходя из простоты применения этой цифры. Я думаю, что, поскольку целевые цифры не являются стопроцентно обоснованными, то, наверное, мы придем к, может быть, какой-то индивидуализации подхода к целевым значениям, там, учета рабочих значений, еще чего-то, а может, что называется, пациента-ориентированным подходом в лечении гипертонии. Наверное, это то будущее, когда мы вообще будем хорошо помнить, что все-таки давление надо снижать. Это в целом приводит к более длительной жизни и уменьшению. Ну, хорошо, вы угадали ответ, что целевых цифры я все-таки так приблизительно. Никто не определял эту договоренность между экспертами. Это договоренность, Не более того, и мы здесь, вот такая же история, на самом деле, с сахарным диабетом, но сахарный диабет уже принял решение, что целевые цифры это не всегда нормальные цифры, что, в общем-то, и 6, и 7, и даже 8 бывает не так плохо и гораздо хуже низкие цифры, чем высокие. Индивидуальные нормы это то, к чему мы стремимся, к чему мы идем, и вот в нашей работе с медикейсом мы как раз показали, что это очень правильный подход и очень можно легко этого достигнуть, но для этого нужны специальные компьютерные программы, которые позволяют вести график этих индивидуальных норм, приводя постепенно к снижению давления. Больше не возникло вопросов? Нет, ну тогда спасибо большое, и мы переходим к последнему выступлению. к следующему к следующему Продолжение следует...